МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем еще особенность корпуса, какие изменения произошли за последнее время и какие традиции хранят кадеты-казаки? Обо всем подробнее нам расскажет директор Дмитрий Гаранджа и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Ломанова. Дмитрий Викторович, Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Рада вас сегодня приветствовать. Давайте скорее ближе знакомиться уже с вашим кадетским казачьим корпусом. Для начала расскажите, какие же задачи и какая миссия у него? Наверное, главная миссия кадетского корпуса, так как и у всех остальных корпусов, это воспитание, это дисциплина, это патриотизм, потому что в данное время дети у нас сейчас должны уделять особое внимание этому всему, патриотизму, любовь к родине. Поэтому дисциплина у нас, конечно, на первом месте. Что касается по остальной части, чем отличается кадетский корпус от обыкновенной школы, у нас дети находятся с 8 утра до 16.00 пребывания. Каждое утро мы поднимаем флаг, каждое утро у нас гимн мы поем. Первая половина дня – это учеба, вторая половина дня у нас идет, это уже занятия с воспитателями, военная, медицинская, огневая подготовка, где дети учатся в фланкировке, джигитовке, строевой подготовке и так далее. И сколько же лет он уже существует? Ну, корпус наш был открыт 1 сентября 2012 года, то есть вот 1 сентября нам исполнится 12 лет. Много это или мало, вопрос открытый, наверное, уже много, потому что многое достигнуто, многое сделано, есть изменения, достижения. Основные достижения – это, конечно, наши дети, наши выпускники. Первый выпуск у нас был в 2016 году, это дети, закончившие 9 класс, первые наши выпускники. На сегодняшний день уже порядка 300 детей закончили, основное общее образование получили у нас, и 150 выпускников 11 классов. Гордимся мы тем, что хоть нас и немного, и классы у нас небольшие, но у нас есть дети, которые заканчивают с медалями основную школу, так скажем, и золотые медали федерального уровня, краевого уровня, медали второй степени получают, ну и много других достижений в плане развития, инфраструктуры, ну и, конечно, коллектива. То есть мы уже семья. А как дети попадают в корпус? То есть есть какой-то отбор определенный? Вы знаете, в первую очередь, скорее всего, это должно быть желание самого ребенка, потому что очень часто встречаемся с тем, что приводят родители ребенка, и ребенок не хочет. Естественно, это недолгое время обучения, потому что ребенок просит родителей перевезти, поэтому если есть желание самого ребенка попасть в кадетский корпус, потому что там все равно немножко, не немножко, так скажем, а, наверное, кардинальное изменение всего, что было в общеобразовательной школе, когда ребенок приходит к нам, там более физическая подготовка, там занятия более усиленные, вот, потому что у нас из-за того, что, как сказала Ирина Владимировна, детей не сильно много в классе, 20 человек, допустим, время, сегодня я ответил, завтра меня пронесет, я не отвечу, такого нету. Может отвечать каждый день и спрашивать будут каждый день. Поэтому, естественно, у нас дети, когда попадают, кардинально меняются. Поэтому это должно быть, соответственно, решение самого ребенка. Естественно, это медицинская справка, когда они проходят, потому что у нас строевая подготовка, физическая подготовка усиленная. Вот, бывает так, что мы с детьми выезжаем на марш-бросок, естественно, это не такой, как в армии марш-бросок, немножко, конечно, в лайт-режиме, так скажем, вот, но, тем не менее, дети у нас физически готовятся очень сильно. И чтобы подготовиться и пройти какие-то курсы, навыки, естественно, ребенок должен физически быть здоров. Поэтому желание ребенка и медицинское состояние ребенка, вот это самое главное, чтобы ребенок обучался в нашем кадетском корпусе. А с любого возраста можно попасть? Или есть ограничения? Дети у нас обучаются с 5 класса по 11. Вот, в этом году у нас впервые, наверное, за 12 лет так получилось, что дети, наверное, не захотели прощаться с нашим корпусом, поэтому у нас в этом году 2 десятых класса идет, всегда был один десятый, один одиннадцатый. Вот, количество детей увеличилось у нас, на сегодняшний день это уже 222 ребенка, вот, кто уже подали заявление и хотят прийти в наш корпус. К сожалению, корпус не вмещает больше детей проживающих, потому что у нас интернатного типа и дети проживают. Проживают только, которые не местные, так скажем, на удаленном доступе к корпусу проживают. Это Кавмингруппа, Ставрополь, Михайловск, дети с приграничья Краснодарского края. Вот, поэтому, если бы, конечно, по заявлениям, которые нам были написаны, и мы бы могли разместить детей у нас в общежитии с проживанием, то более, наверное, 20 заявлений, которые лежат сейчас, как только дети будут, кто-то уезжает, освобождается место, на его место уже, так скажем, 10 человек точно есть. Поэтому... То есть пользуются спросом, да? Да. Есть результаты, они сами за себя говорят. Попасть можно не только с 5-го класса к нам. Если есть места свободные, конечно, идет добор. А на любой класс? Да, в любой класс, при наличии свободных мест. Да, но с 5-го класса начальной школы нет. Да, вплоть до того, что у нас дети приходят даже в 10-11 классы. Вот, допустим, сегодня мы ехали, тоже как раз звонок, то, что ребенок хочет прийти в 10-й класс. Пожалуйста, не вопрос, они также приходят в 10-й класс. То есть любой класс мы дополняем. Соответственно, если есть на это места. Потому что очень много классов, которые уже, так скажем, полностью закрыты, запись. И, опять же, очередь там уже человек 10 есть. Интересно узнать о самой структуре корпуса. Насколько же она уникальна и отличается от любого другого учебного заведения? Ну, как я уже сказал раньше, что у нас больше... Как бы дети идут многие из-за того, что вторая часть у нас очень интересная для детей. Первая часть как общеобразовательная идет, и у нас дети обучаются. Вторая часть у нас идет именно для развития физическое и военно-патриотическое. Очень много у нас проходит мероприятий, связанных с казачеством, потому что мы казачьи, детский корпус. Поэтому у нас такие, как русский, мозаика, присяга для детей. Для них все вот эти мероприятия, конечно, это очень большое развитие, внутреннее как бы и духовно-нравственное развитие. Также наша школа, наш корпус работает вместе, сотрудничает с церковью. Поэтому на всех мероприятиях мы приглашаем нашего отца Ирине, который приходит к нам, либо, если он не может, приходят его заместители. Но обязательно на каждом мероприятии они общаются. Также у нас на территории корпуса находится часовня, где дети могут прийти пообщаться с батюшкой, с отцом, поговорить, где-то исповедаться. По четвергам приходит отец Ирине в основном или отец Лев, и они разговаривают вместе в октавом зале о духовно-патриотическом развитии. И детям это очень нравится, потому что как бы не каждая семья у нас сейчас ходит в церковь, тем самым принимая решение за своего ребенка не ходить. Но очень многие дети как бы наоборот смотрят то, чтобы прийти в церковь, поговорить и пообщаться именно вот с духовниками нашими. И поговорим о планах на ближайшее будущее, точнее об изменениях, которые вас ждут. Это расширение вашего корпуса. Расскажите подробнее, какие же планы в этом направлении? Планы у нас самый, наверное, так сказать, грандиозный план, который был сейчас открытие нового филиала в городе Иссентуках. По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сейчас будет открытие корпуса. Ранее планировалось на 100 мест, но сейчас идет проектная сметная документация о строительстве, так скажем, быстро возводимых конструкций на 300 учебных мест и 300 проживающих мест. То есть там будут полностью дети, все, которые будут обучаться, они будут и проживать на территории. Это очень хорошее, очень красивое место выбрано. Территория 5 гектар земли, поэтому там очень большой стадион. Там есть для детей, где заниматься, есть полоса препятствий. Там можно будет заниматься детям конным спортом, о котором мы тоже говорили с губернатором. Поэтому это очень большой такой шаг в нашем развитии. Это будет филиал нашего корпуса. И наш корпус сейчас носит имя просто Буденовский казачий кадетский корпус. В том году погиб наш наставник и наш батька атаман Владимир Владимирович Попов. И мы будем называться его именем Буденовский казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Донецкой Народной Республики Владимира Владимировича Попова. Сейчас документы проходят свой этап обработки. Устав проходит тоже корректировку. И в ближайшее время мы будем носить имя Героя России, Героя Донецкой Народной Республики Владимира Владимировича Попова. Ну и филиал, соответственно, будет называться этим же именем. Это действительно такой очень высокий уровень почета своему товарищу. Да, он с самого открытия корпуса был с нами, был нашим наставником, офицер, подполковник внутренних войсков, МВД был. И с начала военной операции он ушел тоже вместе со своими ребятами, ушел опять защищать нашу Родину. И, к сожалению, 3 ноября 1923 года он погиб. Это хорошо, что все равно его память будет жить. И, конечно, новые поколения также будут знать его подвиг, и что он сохранился в сердцах всех нас. И интересно узнать такой момент о том, что ребята, которые проживают в интернате, и которые приходят только на обучение, в чем же разница состоит? То есть вы сказали, что это большой плюс, что все ребята будут пребывать в интернате. Вот после обучения чем же они занимаются? То есть как у них организован распорядок дня дальнейший? Ну, у нас, в принципе, совсем другой режим для всех детей. То есть, как сказал Дмитрий Викторович, они приходят и с утра попадают в абсолютно особую атмосферу. Начиная с утренних построений, начиная с исполнения гимна каждое утро, с поднятия флага. Первая половина дня принципиально не отличается от школьной. То есть такие же уроки, 40 минут, перемены для питания, все детки у нас получают бесплатное питание, горячее. Отличие, на наш взгляд, значимое в том, что за каждым классом, кроме классного руководителя, как в школе, закреплен еще офицер-воспитатель. То есть это еще один взрослый человек, который находится с детьми целый день. Плюс мы стараемся, конечно, ограничивать в течение дня пребывание детей в гаджетах. С согласия родителей, телефонами пользуются минимально, точнее, совсем не пользуются. Во время учебного процесса. После уроков дети поступают в распоряжение конкретно воспитателя. То есть если в учебном процессе воспитатель это перемена, его время перемена, то во второй половине дня никто домой не уходит. Местные дети также остаются до полдника, то есть до 16.00, они все в корпусе. Они делают уроки, в основном письменные, конечно, потому что устные уроки не все дети могут делать в массе, скажем так, других детей. Они занимаются строевой подготовкой, огневой подготовкой. Проводится очень много воспитательных мероприятий для детей, для всех. Работают кружки, секции. Потом, когда уходят дети дневного пребывания, проживающие в Буденовской, близлежащих селах, дети проживающие остаются в корпусе, поступают в распоряжение уже ночного воспитателя. То есть, опять же, всегда рядом взрослые люди, которые находятся с ними и принимают участие в их жизни. Вечером также у них уроки, если они что-то не доделали. И основная масса уже спортивных мероприятий. То есть, это тренировки, это секции, это какие-то мероприятия по сборке-разборке автомата и так далее. И, конечно, немного свободного времени, когда они могут позвонить родителям, взять телефон, провести свой досуг уже так, как им это интересно. То есть, вот в этом отличие. Поэтому, если они все будут постоянно проживающими, это, на наш взгляд, будет уже совсем другое общество. Другая семья. Но каникулы и выходные организованы так же, да? Детей отпускают, абсолютно не имеют права по этой дому отдыхать. Все идентично с общеобразовательной школой. Мы идем по учебному плану абсолютно такому же. Каникулы, четверти, учебные экзамены. Все абсолютно как в школе. И у ребят также особая форма, правильно же? Вот расскажите, по какой же форме ходят ребята и что она символизирует собой? Да, спасибо большое за поддержку губернатора Министерства финансов и нашего Министерства образования. По указу президента наши дети действительно носят форму. Ежедневно это полевая форма одежды, то есть зеленый пиксель, берцы и головной убор. Также есть зимняя форма, это бушлат. И также полевка, так называемая пиксельная. Также у детей есть парадная форма одежды. Это очень красивая, строгая форма, где уже дети выступают на парадах, так как мы являемся ежегодными участниками парада победы муниципального этапа. Дети ходят в парадной форме одежды. Всю форму абсолютно выдаем мы, полностью они получают у нас. То есть форму в себя включает, как я уже и сказал, полностью ежедневная. Это камуфляж. Вот, вплоть до того, что они получают носки летние, носки зимние, берцы. Полностью форма идет и кепка. Парадная форма одежды в себя включает полностью тоже штаны, китель, туфли, перчатки белые, в которых они также выступают. Вот, и фуражка. В этом году мы закупили очень теплые куртки тоже, потому что дети прям с удовольствием как бы всю зиму отходили. И не пришлось поддевать те свитера, которые мы тоже выдавали им ранее. То есть у нас есть еще и свитер, который они поддевали. Но так как в корпусе у нас хорошо тепло, не очень комфортно получилось приходить снимать китель и потом переодеваться, как бы снимать нательное белье. Сейчас они приходят и вполне нормально. Мы имеем свои шевроны, свои нашивки казачьего кадетского корпуса и террского казачьего общества. С этими шевронами и нашивками ходят наши кадеты. Приходя в кадетский корпус, дети становятся воспитанниками. И пройдя какой-то этап, у нас проходит присяга. Присяга у нас проходит всегда один раз в году. Мы проходим на покров, дети принимают присягу и становятся кадетами. Но в этом году все вместе, педагогическим составом мы обсуждали этот вопрос. Потому что бывают дети, как я говорил ранее, приходят, когда родители его приводят. И бывает, что ребенок проходит, а покров у нас получается в сентябре. И проходит определенное время, и ребенок уходит. То есть, приняв присягу и уходит. Он уходит к кадетам и уходит куда? Поэтому мы решили, что ребенок, когда приходит, первый год он присягу не принимает, а принимает ее на следующий год. То есть, так считают воспитатели, так считают учителя, будет правильно. То есть, когда он уже попробовал, понял, что это его, а только тогда уже официально он может... Да, получить погоны. Да, также у нас есть воинские звания за достижения в спорте, за достижения в учебе. Дети у нас, во-первых, становится... Один из детей становится, как и во всех школах, называется староста класса. У нас есть замком взвода, заместитель командира взвода. То есть, кадет получает очередное звание, вице-врядник, либо следующее звание, вице-вэхместор. Получает погоны, так скажем, лычки, и уже с этими погонами они ходят, как бы он является старшим. А это и документируется как-то, или все-таки номинально для мотивации? Нет, вы знаете, это не номинально, это мы фиксируем однозначно, и в их личном деле есть. Так же, как мы являемся еще и кадетским казачьим корпусом, чем мы отличаемся от общеобразовательной школы. Там есть свой президент, у нас есть свой атаман. Есть атаман, есть товарищ атамана, первый товарищ атамана. То есть, для детей это тоже было... Собирается большой круг, где дети сами выбирают себе атамана. Старшего, кто ими командует. И на всех разводах атаман стоит рядом с офицерами-воспитателями. То есть, для них это тоже большая честь и продвижение. Действительно, убеждаюсь, что совсем другой мир у ребят, когда они переходят порог казачьего корпуса. А как же организовано их проживание? Какие условия для ребят? Проживание? Каждый проживающий, ему выделяется кровать, выделяется тумбочка и его личный шкаф, где он может хранить свои письменные принадлежности, также свою одежду. Потому что парадная форма, все находится у детей. Дети сами готовятся. То есть, в чем преимущество, вот как вы говорили, у Ирины Владимировны спрашивают тоже, в чем преимущество проживающих детей? Проживающий ребенок, они у нас каждый день принимают душу. Каждое утро они встают, идут, чистят зубы. Каждое утро, и это все происходит коллективно. То есть, не пойду, не искупаюсь, такого нету. Не постираю нижнее белье, не повешу, такого нету. Потому что они живут, так скажем, в общей казарме, где абсолютно все, не все у нас разделяются с пятого по седьмой класс и с восьмого по одиннадцатой, старшие классы. Дети проживают, сами за собой следят, абсолютно все сами себе гладят, стирают, стирают форму. Что еще, дополню, касается по выходным и праздничным дням, не во все выходные дни дети уезжают домой. То есть, на субботу-воскресенье дети остаются в корпусе, где у них также суточный воспитатель, который есть ночные воспитатели. Они по суткам заступают в выходные дни, и они с детьми вместе проводят время. То есть, они занимаются сборкой, разборкой оружия, то же самое. Играют в волейбол, в футбол, выходят на плац занимаются. Либо могут в актовом зале в нашем прийти и посмотреть какой-нибудь фильм. Если есть, на экране посмотреть фильм. Дети учатся, занимаются. Если родители забирают ребенка на выходные, они пишут заявление о том, что они хотят забрать. Приезжают и лично забирают ребенка домой. Поэтому проживание внутри корпуса их больше сплочает, и они являются одной большой семьей. Одной большой командой. В чем плюс потом, когда они идут на выступления куда-то, либо куда-то вместе идут на какие-то акции, на какие-то мероприятия вместе. Общегородские, муниципальные, краевые. То есть они все между собой связаны. И это доказало то, что мы в этом году впервые за 12 лет стали муниципальными победителями. Нет, как муниципальными победителями в военно-патриотической игре «Зорница 2.0». Для нашего корпуса это большой такой шаг. Поэтому дети очень счастливы и сказали, что в будущем теперь есть у них стимул и стремление, чтобы не отдать этот кубок другим школам, чтобы заниматься больше и больше. И ехать дальше, на новый уровень. Конечно, выходить на край, выходить на Россию. И мы в наш корпус приглашали, и мы ездили в Белоруссию. Это тоже лагерь из зубренок, где наши дети тоже выступали, занимали места, приехали в общекомандном зачете. Ну и плюс поехать, так скажем, своим взводом, своим классом в другую страну вообще, в Белоруссию. И там показывать себя уже среди других кадетских корпусов России и других стран. Конечно, они приехали оттуда. Сразу видно, как уезжали одни ребята, приехали другие мужчины, уже такие, что мы уже знаем. И каждый выезд, как для любого ребенка, наверное, это внутри какой-то шаг уже в будущее. И они уже смотрят, берут откуда-то другие какие-то цели, смотрят, настраивают себя уже на дальнейшее. Вот практически в каждом вопросе упоминается преподаватель, учитель, воспитатель, да, разные, да, есть квалификации. Вот давайте о них подробнее поговорим. Какой же требуется опыт, навыки для приема именно в казачий корпус? Ну, у нас педагогический состав небольшой, всего 26 человек. Это включая и учителей-предметников, их всего, ну, лавируется эта цифра, 12 до 15 человек ежегодно. Отдельно выделены единицы на социального педагога. То есть это не совместитель, человек, который только лишь социальный педагог и все свое свободное время рабочим посвящает только детям. Педагог-психолог также отдельные единицы. Педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель и воспитатели. Ночные воспитатели, дневные воспитатели. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас, естественно, кадровый голод, особенно в педагогической среде. Ну, у нас, к счастью, не бывает практически вакансий. То есть у нас люди работают долго, по много лет работают. Требования какие? Высшее педагогическое образование. То есть если человек обучается по педагогической специальности в ВУЗе, то чтобы работать у нас, должен быть диплом хотя бы о среднем педагогическом образовании, но оконченном. То есть студентов на работу мы не принимаем. В соответствии с требованиями всероссийскими, в соответствии вот... Есть преподаватели или воспитатели с военным опытом, с военной подготовкой? Воспитатели у нас абсолютно все прошедшие военную службу. Либо это сотрудники МВД, либо это сотрудники российской армии, так скажем, да. Вот, также у нас учитель физики, тоже он офицер. Сейчас он уже как бы отставник, вот, поэтому майор в отставке. Абсолютно вот воспитанием и второй половиной дня занимаются люди только те, которые отслужили, которые знают, что такое служба, что такое армия, потому что мы готовим наших детей быть в будущем офицером, либо офицером МЧС, либо офицером МВД, либо идти работать уже в армию. Вот, поэтому, как бы, вот фундамент, который мы закладываем, однозначно должен быть изначально уже с патриотизмом. И в будущем дети должны понимать, кто такие вообще офицеры. Происходит ли у вас взаимодействие с другими казачьими сообществами, организациями и так далее? Если да, то как же строится это взаимодействие? Ну, я начну снизу, скажем так. Во-первых, единая линия казачьего образования, которая сейчас выстраивается, она уже выстроена у нас в стране. И если начинать с малышей, то мы взаимодействуем с детским садом, например, казачьим. В одном из близлежащих сел города Буденовска есть казачий детский сад. Мы с ними дружим, мы являемся их наставниками. Они принимают участие в наших мероприятиях, мы в их мероприятиях. Открываются в районе казачьи классы начальные у нас в некоторых школах. И очень хочется нам, чтобы детки, конечно, шли к нам после них. Потом идем мы, как основное образование, уже основное, общее, среднее, общее образование. Затем есть в крае у нас два казачьих колледжа уже, куда приглашают детей учиться. Ну и дальше есть вузы, которые с удовольствием принимают детей и тоже получают статус казачьей организации. Ну и казачье общество тоже, Дмитрий Викторович, да. Да, с терским казачьим обществом, конечно, мы сотрудничаем вплотную. Вот, и нас, как учителей, и воспитателей, и меня, как директора, приглашают и на круги казачьи. Мы ездили, тоже общались, разговаривали, конечно, это так, как наш наставник, вот через кого будет назван наш кадетский корпус, он тоже был атаманом казачьего, атаманом терского войска, который был у нас на территории округа. Вот, поэтому, как бы, наши дети, приходя, понимают, что у нас обязательно это казачество, обязательно это духовность, и, как бы, это должно быть. Конечно, многого мы еще с вами не обговорили, потому что тема очень обширна, и деятельность ваша тоже, она занимает очень большой перечень вопросов, но благодарю за то, что вы сегодня к нам приехали, рассказали, было, правда, очень интересно. И повторюсь, то, что я убедилась, это совсем другой мир для ребят, и действительно дисциплина, военная подготовка, это то, что сейчас вот так не хватает нашим молодым ребятам. Спасибо за вашу работу. Спасибо вам и за эфир. Спасибо. 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 Дорогие зрители, вы смотрели актуальное интервью. О работе казачьего кадетского корпуса города Буденовска нам рассказали его директор Дмитрий Гаранжа и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Ломанова. До встречи в новых выпусках и, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...